Сегодня в столичном суде продолжили допрос Бешимбаева. Во второй половине дня показали кадры с камер наблюдения в ресторане в день гибели Салтанат Нукеновой. Во время допроса Бешимбаев все-таки признался, что бил свою жену в ресторане. По его словам, он несколько раз ударил Салтанат Нукенову по лицу и пнул 3-4 раза. Давайте послушаем, как он это рассказывает. Поэтому я в лифте ехал, я говорил, ты этого хотел, ты этого добивалась, да вот это тебе нужно было, посмотри на нас. Она вот так как-то равнодушно посмотрела и как будто ухмылялась. Это меня, конечно, сильно еще разозлило. Мы выходили из лифта, я пошел в сторону ВИПа, она, по-моему, в сторону туалета хотела пойти. И вот она, когда уходила, она мне вслед, я уже отворачивался и уходил туда, она мне вслед бросила реплику или фразу. Вот такое. И это меня еще больше разозлило, потому что все это время она молчала. Вот все это время она молчала. Не произнесла ни звука, ни да, ни нет, ни стона, ни мне плохо, ни мне хорошо. Да, вот все это время она молчала. И тут вдруг я понимаю, что она не, что я не мог понять. И тут я понимаю, что она на самом деле говорит мне. И это опять было оскорбление. Она мне крикнула в спину. Я вот уходил, она мне крикнула в спину. Да, я так хотела. И матершинные слова. И все. И у меня вот, у меня, честно говоря, злость меня. Вот я развернулся. И вот эти слова, да, я так хотела. Я подошел к ней, схватил ее за волосы. Дал ей четыре пощечины сильных. Две с левой руки, две с правой руки. Она в какой-то момент вот так осенил, видимо, упала. Не видимо упала, она упала. Я разозленный, говорю, я опять не мог понять, да. Мое состояние было такое, она сейчас она специально это делает или она действительно, да, ей плохо. Потому что все это время, я говорю, я вот в каком-то был непонимании, что, в каком состоянии она находится. И вот в этот момент она, когда упала, я пнул ее раза три-четыре по бедру, по ягодице. Я четко осознавал, что никакой жизненный орган я не могу, не должен, да, там. Просто со злости я пнул ее раза четыре, вставая, вставая, я ей говорю, вставай, а что ты теперь это? А потом, ну, она не вставала, я вот был злой такой, и за волосы начал ее поднимать. Также во время показаний Куандык Бешимбаев заявил, что он всячески пытался успокоить разбушевавшуюся жену. А основные травмы она получила от того, что сама падала, то на унитаз, то на пол. После того, как Нукенова якобы уснула, Бешимбаев, по его словам, пытался ее разбудить, но не получилось. И тогда он позвонил. Но не в скорую, а знакомой и сновидящей. У нас тоже есть этот фрагмент, давайте его послушаем. Я проснулся в час тридцать, начал ее будить. Она вот так рядом лежала, храпела, я ее попытался разбудить, но она не просыпалась. Я тогда, ну, вот здесь уже было видно, что у нее левая сторона, ну, прям такой уже был большой синяк, да, на всю левую сторону лица. И вспухший нос. Я вот здесь сильно замолновался. Вернее, вот эта вспухлость еще, когда Байжанов 10.30 был, это тоже было видно. Я помню, что это... Это меня, честно говоря, сильно напрягло. Я вот здесь один важный момент упустил. Это тоже в моем телефоне можно проверить. Когда у нее я увидел вот этот синяк в 10.30, когда он уже так начал таким большим становиться, я забеспокоился, честно говоря. Я позвонил, вот у меня была знакомая, там, ясновидящая. Я ей позвонил. Я спросил, вот она, говорю, мы ее пытались вот этот, как его, разбудить, чтобы она шагами прошла, говорю, она не проснулась, да. Я говорю, с ней все в порядке? Я говорю, у нее такой синяк, я говорю, не знаю, откуда он. Ну, а тут, как его, вы можете посмотреть? Она говорит, перезвони мне через 10 минут, там, или через какой-то, ну. Я говорю, хорошо, я перезвонил. Она говорит, да, не, она просто устала. Ну, здесь это, я, она говорит, она устала и сильно пьяная. Говорит, до вечера поспит, вечером нормально, говорит, придет в себя, пойдете домой. И как-то я, у меня вот это отлегло от сердца, я, вот, и положил трубку, все. Потом я, правда, написал еще, вы можете там ее, почитайте, пожалуйста, чтобы она быстрее восстановилась, и так далее. Говорит, вот. Бахаджану я сказал, по-моему, ключи я оставил в машине, и машина открытая. И я вспомнил, что в машине есть вещи. Вещи салтанат, вот, которые мы купили восьмого, и моя рубашка. Я ему сказал, принеси, в машине есть вещи. Или я позже, ну, я не знаю, вот, я ему сказал, в машине есть вещи, принеси телефон, принеси этот, а, телефон салтанат, наверное, в машине, и ключи, наверное, машина открыта, скорее всего, и ключи там, и телефон там находится. Он действительно пошел туда, оказывается, действительно, и ключи остались в машине, и телефон салтанат был там. Прокурор говорит, что я в целях создания себе алиби попросил Байджанова отвезти телефон домой. Наверное, если бы я себе создавал алиби, я бы свой телефон куда-то отправил или сам бы куда-то отправился. Цель была совсем другая, чтобы избежать конфликта с потерпевшим в случае, если он сюда явится. Поэтому я Бахаджана попросил, отвези, пожалуйста, телефон домой. Сначала я думал, отвези его в фитнес-палас, а потом думаю, нет, просто пусть домой отвезет и все. Никакой ЦКЗ «Казахстан» я не просил никуда отвозить. ЦКЗ «Казахстан» я просил его заехать и пальто забрать. Во время заседания адвокат второго подсудимого брата Бешимбаева Бахаджана Байжанова обратился к суду с просьбой рассадить Бешимбаева и Байжанова. По словам Байжанова, Куандык Бешимбаев оказывает на него давление. Уважаемый суд, у меня такой вопрос. Можно ли обеспечить, чтобы подсудимый Бешимбаев и подсудимый Байжанов сидели раздельно, чтобы у Бешимбаева не было возможности обращаться к Байжанову. Байжан – это его желание, Байжанов. Байжан считает, что на него оказывается давление, сейчас какая-то перепалка между ними. Ну, хотя бы со встречи, ну, завтра, да, хотя бы, чтобы это. Чтобы Байжан Байжан не мог обращаться к Байжанову. Мы хотим это исключить, уважаемый суд. Подсудимый Байжанов, прошу встать. Микрофон, объясните, пожалуйста. Да, он всячески мне давление оказывает. Так скажи, так скажи. По поводу дачи показаний? Да, по поводу дачи показаний. Хорошо, давайте рассмотрим этот вопрос. Подумаю, как можно сделать, технически получится у нас или нет. Посмотрим. Хорошо? Ну и во второй половине дня участникам суда показали кадры с камер наблюдения из ресторана БАО, где погибла Салтанат Нукенова. Но об этих кадрах и о том, что еще происходило сегодня в суде, мы поговорим с нашей коллегой Донарой Исметовой, которая уже долгое время лично наблюдает за процессом в столице. Донара, добрый вечер. Ты на связи? Добрый вечер, Адель. Да, я слышу вас. Донара, расскажи, что показали на видео. Кажется, его целиком демонстрировали в суде или что-то все-таки не показали. Что происходило в тот день в ресторане? Наверное, не совсем точно будет сказать, что нам показывали видео целиком. На самом деле объем видеоматериала в уголовном деле довольно большой. Это такие большие куски, которые сотрудникам суда сегодня приходилось постоянно перематывать, чтобы добраться до сути, до тех кадров, которые интересовали сам суд, ну и, самое главное, коллегию пристяжных, до тех кадров, на которых видно Салтанат Нукенову и Куандыка Бешимбаева в ночь с 8 на 9 ноября. Фрагменты, которые показали в зале суда, это были фрагменты с камер наблюдения Центрального концертного зала в Казахстан, ну и затем уже самого ресторана «Бао». Если резюмировать, что мы видели сегодня? Мы увидели, как Салтанат Нукенова и обвиняемый в ее убийстве Куандык Бешимбаев в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года несколько раз входили и выходили в здание гастроцентра и выходили из него, садились в машину, но затем вновь возвращались в ресторан «Бао». Мы также видели кадры внутри гастроцентра, у самого входа, где Салтанат Нукенова и Куандык Бешимбаев о чем-то очень оживленно разговаривали, сильно жестикулируя. Ну и затем нам продемонстрировали кадры с территории уже самого ресторана «Бао» на втором этаже. И эти кадры, они очень жестоки, поэтому сегодня мы демонстрировать их не будем, во-первых, ввиду их жестокости, а во-вторых, потому что об этом попросил Айдбека Мангильды, брат погибшей Салтанат Нукеновой, чтобы затем его родственникам не было очень больно и чтобы они не натыкались на них постоянно в интернете. Так вот, постараюсь резюмировать вам содержание этих записей сама. На них видно, как Куандык Бешимбаев несколько раз со всей силой наносит удары ногой по ногам Салтанат Нукеновой в область ягодиц, затем несколько раз наотмашь бьет ее в область головы и поднимает ее за волосы и тащит в вип-кабинку в ресторане «Бао». Эти кадры, казалось бы, красноречиво дополняют вот ту смягченную версию рассказа об этом, который поделился сегодня утром сам Куандык Бешимбаев. Тем не менее, его защитники, адвокаты Куандыка Бешимбаева продолжают настаивать на том, что бил он Салтанат Нукенову, допустим, не кулаком, а ладонью. Ну и, например, что всячески стараются продвигать иную интерпретацию увиденного, иную по сравнению с той, которую мы видели собственными глазами, присяжные видели собственными глазами, ну и на которой настаивает обвинение. Из-за этого несколько раз в зале суда происходили споры между защитниками Куандыка Бешимбаева и обвинением. И я предлагаю вам послушать один из таких фрагментов. Да, пожалуйста. Пока идет видеозапись, вот так же хочу прокомментировать и обратить уважаемых присяжных заседателей. У нас в свободном рассказе Бешимбаев говорил о том, что она проявляла агрессию, что она ему не давала, так скажем, нормально жить. Но мы здесь наблюдаем спокойно, но Кенова стоит наоборот. Вот мы видим, как он начинает уже к ней подходить. Где он ее гладит? Он ее трясет за голову. Я прошу сделать замечание прокурору. Где кто видит, что ее трясет? Она еле на ногах стоит. Донара, я вот хотела уточнить тот момент обращения брата Салтанат к СМИ. Но я думаю, что и сейчас мы к нашим зрителям обращаемся не репостить, насколько это возможно, все эти видео с прямого эфира суда. Я как понимаю, в этот момент мамы, родителей в зале не было. Наверное, был только брат. Кто как вообще реагировал на эти кадры? Ведь смотреть то, как убивали Салтанат, это очень тяжело. Да, действительно. Мать Салтанат Нукеновой сегодня вышла из зала заседания в тот момент, когда прокурор начала зачитывать содержание этих видео. Сначала прокурору пришлось зачитать это содержание по бумаге, но и затем уже демонстрировали в зале присяжным и всем остальным. Так вот, в это время мать Салтанат Нукеновой попросила разрешения и вышла из зала. А чуть позже сам зал заседания покинул и Айдбек Амангильды, брат Салтанат. Надо отметить, что вообще на протяжении всего процесса Айдбек Амангильды держится очень отважно и контролирует по возможности свои эмоции. Но, как признался он нам чуть позже, уже после выхода из зала суда, сегодня держать эмоции в узде ему было гораздо сложнее. И вот в какой-то момент он тоже предпочел выйти из зала судебного заседания. Ну это и понятно. А как вот после того, что продемонстрировалось… Простите. Да, Донара… Простите, Адель, не слышала… Давайте, давайте наладим связь. Есть связь? Да-да, сейчас, сейчас слышу вас. После того, как было продемонстрировано такое видео, и это видел, теперь я уже понимаю, весь мир. Как объяснил сам Бишембаев кадр с избиением? Мы их показывать, я еще раз говорю, намеренно не стали. Они достаточно жестокие. Но что он на это сказал? Ведь он и его адвокаты утверждали, и это сейчас видно по видео, что избиения не было. Что там были поглаживания, но не было избиения. Да, на самом деле, после того, как в зале суда продемонстрировали эти самые видеозаписи, сам Куандык Бишембаев особо их уже не комментировал. Он лишь отвечал на вопросы своей защиты, какие-то уточняющие вопросы насчет того, зачем он попросил Бахаджана Байжанова, второго подсудимого, например, принести ему лекарства. Ну и ответил, ну точнее, да, скажем так, защита. Надо отметить, что защита Куандыка Бишембаева вновь задала вопрос, который шокировал всех присутствовавших в зале. Не то чтобы это было в первый раз, но сегодня, наверное, это был какой-то такой вопиющий случай. Адвокат, один из адвокатов, Ерлан Газымжанов, спросил у Куандыка Бишембаева после демонстрации вот этих вот видео, почему же Куандык Бишембаев не бил Салтанат Нукенову по голове руками и ногами. Ну и этот вопрос, конечно же, опротестовали представители потерпевшей стороны, и затем судья сняла этот вопрос. Ну а вот каких-то таких подробных комментариев или, если вы хотите, протестов со стороны Куандыка Бишембаева после демонстрации видео уже не было. После процесса с кем удалось поговорить Донарой? И как отреагировала сторона Нукеновой на заявление Бишембаева сегодня и вообще на весь процесс? Сегодня, да, нам, к сожалению, не удалось поговорить с защитниками Куандыка Бишембаева. Случайно это или нет, но они очень быстро выходили из зала судебного заседания. Я сама слышала, как они отказали в комментарии некоторым нашим коллегам поговорить с Жанной Уразбаховой, адвокатом потерпевшей стороны и Саидбеком Мангельды, братом Салтанат Нукеновой. Нам удалось. Давайте вот послушаем, что они нам сказали. Просто эти кадры до этого никто не видел, только скриншоты эти показывались. Но сегодня, я так понимаю, вся страна уже видела и понимает, почему именно по части второй, пункту пятого, особо тяжкое было придягивано. Я не знаю, как это прокомментировать. Шок. Вы их увидели, вы то, что увидели, то, что я видел все это время и знал. Поэтому в какой-то момент тут из всей нашей семьи, в принципе, из всех близких людей, сказано, как все было на самом деле, по материалам, со всеми экспертизами, по этой цели. Теми же записями с видеокамер познакомлялся. Я изучал эти материалы. Поэтому сегодня, конечно, у меня где-то, возможно, не хватило выдержки, чтобы досмотреть все до конца. Как раз-таки обратите внимание, наверное, на показания Бажанова. Важный момент, что он даже рядом с ним сидит не хочет, не разговаривать с ним не хочет. Насколько я знаю, у них там даже была перепалка во время перерыва. Соответственно, мне кажется, дальше мы еще что-то видим, мы узнаем уже от Бажанова. Из материалов делают какую-то доказательную базу какую-то. В любом случае, на текущий момент, да, видео – это первые доказательства. Это как раз эти видео, которые сторона в лице Кусейнова и Рамазанова хотели исключить из дела своими отдачествами. Я с мужем вспомнил этих горе-адвокатов. Вспомним их интервью Ергалиевой. Что они говорили, как они тогда пели. Как они говорили о том, что никаких ударов не было. Это обычная ссора домашняя была. Ну, то есть вы сами видите риторику и видите сейчас фактический материал. В части его показаний, ну, в целом, то, что как он будет пытаться это переврать, конечно, мы ожидали. Единственное – ожидать одно, а по факту все это слушать. Вот я сегодня не выдержал это слушать. Как сейчас в студии правильно заметил, Айпек, если с человеком что-то визуально не так, если ты бил ее сам, ты говоришь… Мне кажется, весьма логично вызвать сразу скорую помощь. Поэтому, по нашему мнению, просто дожидался ее смерти, чтобы в дальнейшем вывести уже ее тело. Он все перевернул просто с ног на голову. Он удалил камеры. Мое мнение, что он хотел избавиться от тела, спрятать его, скрыть его. И сейчас он все это просто перевирает по кругу. Ну, вы все сами-сами слышали прекрасно, что человек не может сколько там, сорок раз, пятнадцать, двадцать раз биться головой об унитаз несколько раз. Это… это просто… я не знаю, как это… как это вообще можно прокомментировать адекватно. Ему конкретно… он сам говорит… звонил врачу. Врач сказал, вызывайте скорую. Он ничего из этого не сделал. У него было множество шансов и возможностей вызвать, когда он почувствовал, что тело холодное. Когда он почувствовал, что что-то неладное. Он сам об этом не раз говорил. Он никому не позвонил. Он продолжал ее избивать до самого утра, а потом утром, когда уже она не просыпалась. После этого он решил позвонить ясновидящей, который, видимо, блин, может издалека еще почитать, чтобы ей стало получше. Донара. Да, да, Адель. Если позволите, я хотела бы, наверное, после реакции потерпевшей стороны еще раз обратить внимание на одну вещь. Мне кажется, что это, наверное, одна из важных вещей, на которые стоит обратить внимание нашим зрителям или любому другому человеку, который смотрел процессы или, возможно, будет его пересматривать. Сегодня мы стали свидетелями того, как сталкиваются между собой две версии событий. Ну или если идти чуть дальше, даже та реальность, те какие-то факты, которые мы видим на видеозаписи, ну и там альтернативная версия одной из сторон. Напомню, что несколько раз в течение сегодняшнего судебного заседания происходили какие-то споры между обвинением и адвокатами защиты. Например, когда адвокаты защиты говорили, допустим, что вот на этих кадрах Куандык Бешимбаев гладит Салтанат Нукенову по лицу, в то время как обвинение настаивало, что он не гладит ее по лицу, а трясет ее за голову. Другой пример. Сторона защиты говорит о том, что они идут и обнимаются, да, он там обнимает ее за талию, Куандык Бешимбаев обнимает за талию Салтанат Нукенову. В это же время сторона обвинения настаивала на том, что он притягивает насильно ее к себе. Вот такие вот вещи, такой диссонанс, то есть то, на чем настаивает обвинение, и то, как это видят, как эти же самые видеозаписи интерпретируют защитники Куандыка Бешимбаева, мне кажется, это очень важная вещь. И самое главное, чтобы суду присяжно, чтобы коллегии присяжно хватило собственных глаз и критического мышления для того, чтобы поставить правильный вердикт. А кто, кроме родных, приходит в суд? Мы видим, что много людей следит лично за процессом, но кто это? Ну, на самом деле, большую часть зала занимают, конечно же, адвокаты и родные. Мать Куандыка Бешимбаева сегодня была также в зале его родная тетя, родные Салтанат Нукеновой. Но время от времени в зале заседания также мы встречаем и близких, близких семьи Нукеновых. Сегодня, например, там присутствовали подруга или даже подруги Салтанат Нукеновой и друзья Айдбека Мангельды, ее брата. Вот, нам удалось с ними пообщаться, записать их комментарии. Давайте послушаем. То, что он говорит, что она шла, упала, он ее поднимал, она упала, он снял штаны, держал за штаны, она упала, блин. Это даже от этого даже не может быть. Вообще, да, что он... Несоответствие вообще тому, что он говорит. Не было живого места. Что она постоянно сама упадала, билась сама. Это просто сказки, я даже не знаю, даже в сказках такое не придумаешь. А вообще семейная жизнь, она до этого вам не говорила, да, что побои были какие-то? Один раз она говорила, да, незадолго до трагедии, лично мне. Расскажите, пожалуйста, если упала ваша женщина, девушка, да? И ударилась об унитаз, как это говорится. А что вы делаете, да? Вы поднимите ее и унесете, правильно? А не 15 минут будете стоять и смотреть, не поднимая ее, а потом говорить, я ее поднял, руку на плечо положил, вел, она опять... Я ее отпустил, потому что она вроде шла. Прошла три шага и снова упала. Вы так будете поступать? Каждый же поднимет и несет. Он даже не понимает, что он даже врать не может. Он рассказывает сказки, блин, даже не умеет их правильно сложить. Донара, спасибо большое. Сил тоже и тебе, и нашей команде следить за всем этим процессом. Спасибо, Адель. Ну, следующее заседание по делу Бешимбаева будет завтра. Мы тоже будем обсуждать его в прямом эфире. Приходите к нам в 20.00. А сейчас хотим поговорить с адвокатом Джохаром Утибековым о том, как он оценивает этот процесс. И Джохар с нами тоже на связи. Добрый вечер, большое спасибо, что вы делили время. Вы неоднократно высказывались в Фейсбуке по поводу процесса над Бешимбаевым. И у вас есть претензии к тому, как ведет его судья Айжан Кульбаева. Почему? Что, по-вашему, не так в ее поведении? Так, добрый вечер. Добрый вечер. Да, в первую очередь я, наверное, отметил бы то, о чем и писал уже на страницах своих социальных сетей, Фейсбуке, Инстаграме, Телеграм-канале. Вот то, что судья пристрастно относится к стороне потерпевшего и позволяет стороне защиты, включая самого подсудимого Бешимбаева, регулярно очернять ее, ее память, имя и так далее. Вот. И, разумеется, вот эти характеризующие данные ее, они по закону недопустимы в суде при присяжных заседателя оглашать. Почему? Потому что это все-таки обыватели, не профессиональные судьи, это лица, которые считаются подвержены эмоциям. Вот. И, соответственно, законодатель поэтому запретил, запретил как-то этих лиц, ну, как-то, в общем, подвергать сомнению характеризующие данные подсудимого, но с учетом конкурсионного принципа равноправия, конечно же, точно так же нельзя подвергать какому-то сомнению и личность потерпевшей, погибшей. Тем более это человек, который ответить на все эти жуткие обвинения уже не может. Вот. Вот. И, к сожалению, два дня этим занимались. Один день занималась этим защита с удовольствием, когда допрашивала потерпевшего Айбека. И второй день этим занимался сам Ешимбаев, поливая ее грязью без остановки погибшим. Джухар, вот вы как специалист, объясните поподробнее, как это может повлиять на присяжных и их решения. Вы сказали, да, что это люди не профессионалы, что они подвержены эмоциям. Ну, они просто не должны были этого слышать уже. Но это уже произошло. Вот. Но я в этом плане... И это вы фиксируете как нарушение? Разумеется, это грубейшее нарушение. Вот. И, конечно, необходимы на законодательном уровне точные изменения в уголовно-правоциальный кодекс, чтобы такого больше не произошло. Что, к сожалению, ну вот есть такие судьи, и, к сожалению, их немало, которые неправильно трактуют закон и считают, что вот можно такую завести игру в одни ворота и позволять стороне защиты поливать потерпевшую. Притом это вполне, может, можно добиться успеха. И я такое уже наблюдал на практике. Но вы очень активно об этом, как мы уже упомянули, пишете в соцсетях. А есть ли какая-то реакция? Может быть, был какой-то ответ, коллеги как-то отреагировали, передали информацию? У меня никаких сомнений нет в том, что судебная система и прокуратура читают мои посты. Я все-таки, видите, не просто блогер, а профессиональный эксперт. В этих вопросах я адвокат, который много лет специализируется на уголовных делах. И, в частности, я эксперт в вопросах суда присяжных. То есть это все мой конек. И дела об убийствах и так далее. Поэтому я отлично вижу то, что прокуратура и суд меня наконец-то услышали. И сегодня стали наконец-то представлять фото и видеодоказательства, с которых вообще мы должны были начать судебное следствие. А не с допроса каких-то невнятных свидетелей против второго подсудимого Байжанова. Какой вообще был смысл с них начинать судебное следствие? Ужас ситуации в том, что прокуратура не сумела нарисовать картину обвинения, красивую для присяжных, ясную, понятную. И сторона защиты, включая самого Бешимбаева, с удовольствием у них эту инициативу перехватила. Что там было перехватывать эту инициативу как прокурору, можно сказать, на землю бросили. И при этом ужас и трагикомичность этой ситуации заключается в том, что прокуроры еще и всячески мешали моим коллегам, адвокатам потерпевших представлять доказательства. И еще и бросили потерпевшего Айбека под танки, решив начать заседание с него. Хотя Айбек неоднократно говорил то, что я же не свидетель самого убийства и так далее. Поэтому почему мы с меня начинаем? Ну и, конечно, сторона защиты там с удовольствием, с учетом того, что судья все это позволяла, им залезла на голову судья и начала поливать грязью с удовольствием погибшую салтанат Мукианаву. Вот это все провал катастрофический просто прокуратурой и суда. Но я рад, что сегодня они меня услышали. И это предел прекратили. Если вы заметили, то во время допроса Бешбара судья уже хотя бы что-то, что-то, но понемножку его хотя бы одергивало, чтобы он совсем в правильности какие-то не уходил. Еще один вопрос. А как вы оцениваете шансы того, что присяжные все-таки примут независимое решение, что на них никто не будет давить? Или все же риск есть? Ну, давайте... Есть дефолтные настройки. У нас судья всегда заходит в совещательную комнату по закону с присяжными. Это нонсенс. Нигде в мире такого нет. Такой системы. Вот. И, конечно же, судья по этим самым дефолтным настройкам влияет на мнение присяжных. Более того, ему формально закон даже не запрещает этого делать. Вот и все. Судья всегда на них влияет. Избежать влияния они и в этом деле не смогут. Если судья заинтересован в обвинении, будет давить на присяжных. Если судья заинтересован в оправдании и смягчении наказания, будет делать это. Ну, это понятно, потому что наш суд тесно связан с правоохранительной системой. И это, во-первых, поэтому он испытывает, как правило, обвинительный уклон, а во-вторых, он коррумпирован в значительной степени. И, соответственно, в определенных ситуациях может, наоборот, занять сторону подсудимого чрезмерной. Вот. И такие риски всегда есть. Поэтому, конечно же, необходимо эту позорную систему менять. И судью необходимо законодательно выгнать. И с присяжных, и во всех цивилизованных странах, где принят суд присяжных, вот, да, и не в очень цивилизованных, даже у наших соседей, там, в России, ну, вы же смотрите, там, российские фильмы, там, сериалы, фильм «12», да, например, Михалкова. Но мы же отлично знаем, да, то, что даже в России там суд присяжных самостоятельно принимает решение без участия судей. Вот. Поэтому вот судью необходимо гнать оттуда, где твой просто, из совещательной комнаты с присяжными, ничего влиять на них. Суд присяжных должен образовывать такую конкуренцию действительно профессиональным судям. Джухар, ну, спасибо вам большое. Много важных вещей было сегодня озвучено. Спасибо. Да, пожалуйста. Доброго вечера. С нами был адвокат Джухар Утибеков. А еще я хочу напомнить, что наши журналисты работают в столичном суде все дни процесса по делу Бешимбаева. И мы продолжим следить за тем, что происходит, и будем рассказывать об этом в новостных стримах и отдельных выпусках. Ну, а пока мы давайте идем дальше. Новостей много. Жена известного казахстанского бизнесмена Реймбека Баталова Линара Баталова высказалась по поводу заявления Бешимбаева, который, напомню, на прошлом судебном процессе заявил о якобы любовной связи между Салтанат Нукеновой и неким бизнесменом Реймбеком. Пользователи интернета тут же подхватили слова Бешимбаева. Многие решили, что речь идет о Реймбеке Баталове, главы нацпалаты предпринимателя Томиген. В инстаграм супруги бизнесмена Линары Баталовой посыпались комментарии со словами сочувствия, злорадства, ну и, естественно, с ценными советами. В общем, многим захотелось сделать на этом сенсацию и, конечно, призывали к ответу самого Реймбека Баталова, но вместо него ролик записала его супруга, бывшая солистка группы «Рахат Лукум», и вот что она заявила. Давайте посмотрим. Ну вот, больше тут и комментировать нечего. В конце концов, мы считаем, что жизнь взрослых людей, особенно интимная, это их личное дело. Редактор субтитров А.Семкин